Приветствую вас. Давайте разберемся с тем, что вы написали. Во-первых, личная жизнь, личная жизнь, это не брак, не отношения. Личная жизнь, это в первую очередь то, что является лично моим. Личная жизнь, это то, что происходит со мной. Это, грубо говоря, отслеживание моих внутренних переживаний и внешних проявлений, которые так или иначе влияют на мои внутренние переживания. Вот что такое личная жизнь в узком смысле слова. Довольно, ну, ошибочно, ограниченно считать, что личная жизнь, это обязательно отношения с людьми, которые, ну, вызывают у вас симпатию, любовь, влюбленность и так далее. Личная жизнь, это друзья, это можно личной жизнью назвать, в принципе, и хобби, если это не приносит, скажем, доход. Личной жизнью можно назвать работу, если вы воспринимаете это как работу, но при этом это не приносит доход. Личная жизнь, это понятие гораздо шире, чем она здесь представлена и чем обычно под ней понимают люди. То есть по своему смыслу это гораздо шире понятие. Вот, дальше, мне бы хотелось обратить ваше внимание на то, что у вас очень много жестких догматичных позиций. Категоричности много, впреждения. Возможно, есть предубеждения. Тут я, конечно, не могу это взять наверняка, но возможно. Вот это выглядит логичным, с учетом того, что вы воспитывались в строгой, порядочной, довольно консервативной семье. Это может быть, ну, связано с этим. Соответственно, чтобы избавиться от мысли, да, про мысли и про избавление, я скажу еще. Нужно, знаете как, была такая конструкция, да, как железный занавес в Советском Союзе и фаерболл китайский, да, сейчас в Китае. Вот этот железный занавес вам нужно опустить, потому что слишком узко вы воспринимаете то, что происходит с вами, да. Вот, дальше, значит, избавиться от мыслей, пишите вы. Что это значит? Это значит, что вы хотите свои мысли подавить, вы хотите свои мысли заглушить, вы хотите, чтобы их не было, да? Ну, это, по сути, та же самая, вот, родительская позиция, что у вас написано в тексте. То есть, вот, строго, порядочно, консервативно. Что тоже самое, какие-то мысли появились, не нужно, все, их надо заглушать, их надо избавляться, а это подавление, подавление. А желание, они, от этого становится меньше, нет, меньше не становится. Они, наоборот, становятся сильнее, 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 подобно воде, которую дамба сдерживает. И однажды это просто прорвёт, и либо вы заболеете, либо вы измените своему мужу, вот, либо у вас случится нервный срыв, ну, в принципе, одно и то же. Вот, поэтому избавляться от мыслей не нужно, а нужно, наоборот, их раскрывать. То есть, что, что стоит за этими мыслями, какие желания состоят, да? Вот, вы можете сказать, ну, как какие, за этим стоят желания влюбиться, да, я это написал, нет, нет, аноним. Влюбиться человек не может хотеть, потому что любовь – это творчество, и, как в любом виде творчества, нельзя предугадать, что будет, как будет. Вот, поэтому, вы не можете хотеть любить. Вы можете хотеть любить, это да. Потому что, желая любить, вы даёте себе возможность быть живой. Вы чувствуете себя живой. Сейчас вы чувствуете себя мёртвой, ну, неживой, да, скажем, лучше сказать неживой, не мёртвой, а неживой. А, если вы полюбите, вы будете чувствовать себя живой, потому что вы видите это, ну, как это происходит, вот, в фильмах, например. В жизни оно тоже так, иногда и покруче было, вот. Но это не означает, что вы хотите влюбиться, это означает, что вы хотите испытать это чувство любви, чувство эмоциональной полноты. А чувство эмоциональной полноты вы хотите испытать потому, что у вас, у самой, его нет. То есть, вы не любите сами себя, вы не принимаете сами себя, вы не свободны. И через чувство к другому человеку вы хотите получить всё это, вот. По сути, стать зависимой. Я верю в то, что вы можете влюбиться, верю в то, что это произойдёт, но вы будете зависимы, потому что это будет как наркотик. Да. Вот. Поэтому здесь даже дело не в том, что, чтобы избавиться от желаний, от мыслей о любви, о влюблённости. Нет. Дело в том, чтобы обрести гармонию внутри себя, чтобы принять себя до конца. Сказать себе, я имею право чувствовать, я имею право нас чувствовать, я имею право быть счастливым. Вот. Это по поводу того, как избавиться от мыслей. По поводу того, что, почему сам это происходит именно сейчас, но потому что 32 года, это тот период, когда уже пора. То есть 32 года, это тот период, когда желание всё активнее и активнее начинает давать о себе знать. То есть это не удовлетворенность, накапливается, накапливается, накапливается и, соответственно, надо его соблюдать. Как правило, вот 32 года, когда человек подсознятельно уже созревает до того, чтобы сказать, как бы, ну, себе подсознятельно, да, сказать, что, ну, блин, как бы, я уже хочу реализовываться, я уже хочу что-то делать, я уже хочу быть счастливым. До этого я терпела, там, ну, для других людей, там, терпела постоянно, там, что-то ещё, а теперь я хочу сама. Я хочу. Вот. Это как бы, ну, я уже имею право на это. Вот. А вы себе это продолжаете зажиматься, потому что внутренние родители вас радуют и очень-очень сильно. Вот. Долг. Запрет. Они говорят, нет, нет, не можешь. Тебе уже всё, ты уже, тебе уже 32, ты ничего не можешь, как бы, говорят, родители внутри вас. Это всё. Вот. Поэтому, соответственно, именно сейчас с вами происходит именно, именно это. Дальше. Значит, смотрите. Я воспитываю строго и порядочной, довольно консервативной семьи. Первое, что нам нужно. Строгость, порядочность, консервативность, критики. Подвергаем критике все устои семьи. Это первое. Семья не идеальная, родители не идеальны, их цели не идеальны. Они могут, как бы, завершить ошибку. Вот. Это первое. То есть, всё подругаем критике. Насколько всё это полезно для вас? Да? Дальше. Школу окончила почти не отличным. Зачем? В институте тоже училась хорошо. Зачем? Зачем? Если, как я понял, карьера у вас, ну, не на первом месте. Как я понял. По сути, родители сами выбрали мне мужа, сына, своих знакомых. Нет, нет. Ну, то есть, да, формально, родители выбрали вам мужа. Но вы позволили им выбрать себе мужа. Вы не пошли против них, да? Вы не сказали, как бы, что это моя жизнь, я сама в праве решать, с кем мне встречаться и так далее. А вы обязаны принять мой выбор и так далее. Ну, то есть, может быть, даже не обязаны, но если вы не примете мой выбор, я, как бы, не буду с вами взаимодействовать и всё. Вот. То есть, и личной жизни, личной жизни, по сути, не было вашей. Потому что, если родители выбирают мужа, то это не личная жизнь, это социальная жизнь. Или вы считаете, что, когда, например, в Корее выбирают, значит, супруга и супругу на собраниях партии, это тоже личная жизнь? Нет, не думаю. Не думаю. Так, он мне понравился. Человек ответственный и серьёзно обеспеченный. Это не основание для любви. Он был моим первым мужчиной. Это скорее из чувства долга. У нас скоро после свадьбы родилась дочь. Ну, тоже скорее из чувства долга и ожидания родителей, скорее всего. А, вроде бы, всё прекрасно и стерильно. Ну, прекрасно, не знаю, стерильно, да. Хорошо ли это? По моему мнению, нет. Потому что стерильность, это не то, как бы, к чему стремится человек. Стерильность для человека неестественна. Необходимая, ну, скажем так, не идеальность, да, не идеальность, не совершенство. Нужно человеку. Это делает его жизни особенной, уникальной. У меня последнее время мычит одна вещь. Я очень хочу безумно влюбиться. А для чего? Вопрос. Ну, вот вы представьте себе, да, что вы влюбляетесь. Вот, например, в том же фильме. Вот. Представьте себе, что вы влюбляетесь. Что происходит? Как вы себя чувствуете? Ведь вам же, по сути, плевать, какой мужчина рядом с вами будет. Ну, то есть, какой-то образ собирательный есть, да, и все. Но все это дает возможность вам себя почувствовать. Как-то. Как почувствовать? Как вы себя почувствуете? Да, я понимаю, что возраст уже не тот, не период подростковой восторженности во многих делах. Ну, не период подростковой восторженности может быть, но возраст для влюбленности вполне подходящий. Я бы сказал, что и в 50 лет люди влюбляются все нормально. Весь вопрос опять же в свободе. Мне часто снятся сны со знакомыми или незнакомыми мужчинами, с актерами, как между нами зарождается чувство влюбленности, как мы целуемся. Ну, это ощущение жизни. Потому что, по сути, это вот то, когда люди воспринимают вас. Что такое влюбленность, да? Влюбленность, это когда я вот восхищаюсь человеку, я восхищаюсь им, я восхищаюсь им как таковым. Восхищаться человеком как таковым нужно воспринимать его как таковым. Как такового, точнее, а вас как такового никто никогда не воспринимал, судя по всему. То есть, для своего мужа вы дочь родителей, нет, не так, дочь людей, знакомых его родителям, да, родителям мужа. Для своих родителей вы, соответственно, дочь, и все, и вы нигде ни с кем не проявляете свою личность. Ну, я не знаю, про работу вы тут ничего не написали, но, как бы, вот. Соответственно, консуматизм, строгость и порядочность, это вот то самое. Никакой спонтанности, никакой свободы, никакой естественности, а значит нет и искренности в отношениях. А значит нет жизни, эмоциональной жизни, личной жизни, вот. Отсюда и сны, сны, соответственно. Так, это непередаваемые моменты блаженства. Ну, вот, подробнее надо бы описать, описать, описать немножко. Этому. Мне уже 32, я знаю, что никогда не переживу это всего этого в реальной жизни. Вот откуда такая установка? Откуда? Если любовь, это чувство, это творчество, это могут испытывать все люди, даже 70-80 лет могут испытывать. Вам всего лишь 32 года. Вот. Откуда такая установка? Может быть не должны, может быть это вредно, может быть это стыдно, испытывать ребенок в этом возрасте. Это да. Я вам, я вам верю. Но это уже, согласитесь, это уже догмы. Это уже правил, запрет. Который, который, еще раз повторю, нужно подвергать критике. Вот. Дальше. Смучим у нас нормальные отношения, не ругаемся, спокойно, тихо, тихо и гладко. Ну, понимаете, это неизвестно. Да, то есть спокойно, тихо и гладко, здорово, когда люди друг друга любят, когда люди друг друга не любят, это живут как соседи. По сути. Как друзья, как соседи, но не как мужчины и женщины. То есть, по факту, социальные индивиды. Вот вы идеальные социальные индивиды. Вот. Вы идеальные социальные индивиды, которые живут не для себя. Вот дочери не будет, когда, ну в смысле, она вырастет и уйдет. Что вы будете делать? С чем вы будете заниматься? Вы будете дать внуку. А если она внуков не захочет, не захочет, тогда что? Тогда вы не будете знать, что делать, скорее всего. Да? Вот это означает, что жизнь не для себя. Вы для себя никогда не жили. Так. Он очень любит дочь, да и мы любим друг друга. Противоречие. Если бы вы любили друг друга, вы бы не хотели влюбиться. По землям это довольно флегматичный человек, который не создает проблем. Ну, вы выбрали себе удобного мужчину. Точнее, вам выбрали удобного мужчину, как просто, чтобы создать семью. Просто, чтобы вот общественно это было круто. Чтобы общественно это было вот, ну, здорово. А чувство, кого волнуют чувство, да? Вы же сами свои чувства, по сути, принижаете. Вот. Если есть такой сценарий к психологии, называется «Бесчувств». Вот, почитайте, о нем, в интернете, вот чисто, чисто только про этот сценарий. И все. Вот. И я полагаю, будет полезным. Так. Это человек, который никогда не создает проблем. Я не хочу разводиться. Так. Это человек, который никогда не создает проблем. Вот в каком контексте вы это написали? Хорошо это или плохо? Разве это здорово, когда нет проблем? А я не хочу разводиться. Почему? Смысла в этом нет. Смысл в этом есть. Вы не счастливы. Вы не живете. Вы не чувствуете себя живой. А в то же время, я очень хочу здрасте, обязательно влюбиться и влюбиться. Ну, я еще раз скажу. Да? Вам, вы не можете принять свои чувства. Да? Вы не можете принять свои чувства. Вы не можете принять, как бы, то, что хотите. И вы не любите себя. Поэтому вам ныне влюбиться и влюбиться в другого. Вот. Так. Я смотрю фильмы про любовь. Мой самый главный, мой самый любимый, это английский пациент. А там, просто, совершенные цены интимных отношений, как мне нравятся. Понимаете, вот, никогда не думали о том, что люди, в некотором смысле, странные существа, они женятся, да, создают семьи, но в этих семьях они не любят. Они смотрят фильмы про любовь. Что это за издевка над семьей, над человеком, над своими чувствами, над детьми. Потому что дети все чувствуют, но чувствуют, что мне два, мне все гладко. Они не то знают. Вот. То есть, вы позволили себе родить ребенка от мужчины, которым у вас не было чувств. Таких, прямо, истинниц. И ребенок тоже будет чуть-чуть бояться. Вы хотите этого. Для ребенка. Для его. Далее, если вы не хотите разводиться с мужем, если нет в этом смысла, не надо смотреть фильмы про любовь. А так получается, что вы и разводиться не хотите, и фильмы про любовь смотрите. Получается, ни то, ни сё. Выбор вы не делаете. Это означает, что личную ответственность за свои ощущения вы не берете, за свои желания вы не берете. Вот. Ну, тоже проблема. Потому что нужно, либо вы принимаете решение, так, окей, всё. Я с мужем создаю семью, еще раз, по расчету. То есть, я не говорю фильмы про любовь, я с мужем, мне с ним удобно, мне с ним хорошо, всё. Я решил, для меня это главное. В фильмы про любовь не смотрите. Потому что муж вас раздражать будет. Сильнее только. Ещё. Вот. Либо вы говорите себе, ну, меня это не устраивает, соответственно, я смотрю фильмы про любовь, но при этом я сейчас что-то делаю, да. То есть, работаю над своими чувствами, там, разбираюсь в себе, освобождаюсь и так далее. Вот. Очень скоро вы увидите, что в фильме про любовь они перестали вас трогать настолько сильно. Ибо какой смысл смотрю фильм про любовь, если я могу пойти, там, начать, там, что-то делать для себя, грузить в себя, с сердохорющим, вот, получать, получать адекватное внимание и так далее. Вот. Вот. А я чувствую, что мне этого очень не хватает. Да. И поэтому вы говорите, что при том, что вам не хватает, вы видите, что мы с вами любим друг друга и при том, что вы хотите влюбиться. Знаете? Это противоречие, тройное противоречие у вас здесь. Мы понимаем в то же время, что ничего из этого не будет откуда. Это запрет. Опять же. Это запрет. И наручивать их вы боитесь, потому что тогда вам придется взять ответственность на себя ответственность. А вы этого, скорее всего, никогда не делали. Потому что строгая семья, порядочная семья, консервативная семья полностью исключает ответственность одного человека. Вот. Вы никогда на себя ответственность не шли. Никогда не отвечали, не отвечали, я не знаю. Никогда не шли, не шли, возможно, против людей, которые вам дороги. Ну, например, там, родители, родители, мужи, дамы и так далее. Вот. Пытались быть хорошим. Для всех. Будь хорошим для всех. Еще, еще один, но тоже не сценарий, скорее драйвер. Будь хорошим. Будь сильным. Будь удобным. Да? Вот. Как мне избавиться от этих мыслей? Сказал. В итоге рискую разручить то, что есть. То есть наш брак. И хорошо. Если вы разручите, это будет здорово. Вы, наконец-то, столкнетесь с кризисом, который вынудит вас взять ответственность на себя за свои чувства, наконец-то, через боль, через тревогу, через вот это ощущение, что жизнь закончилась, да, наконец-то вы начнете испытывать настоящие чувства. Сначала к себе, а потом к другим людям. Только так. Так. Поэтому все разручает. У вас брак, у вас нет брака. У вас нет семьи. По факту. Потому что вы не любите мужа. У вас семьи нет. Ну да, внешняя социальная ячейка есть, но по факту семьи нет. Ребенок в этой семье воспитывается с определенными сложностями, которые потом ему в жизни аукнутся. Потому что дочь видит, что вы терпите, что вы терпите свою мужа, что вы с ним несчастливы, и она будет несчастлива тоже. Поэтому это не семья, это не брак. Разручать вам, если вы можете что и разручить, то вы можете разручить только ощущение своей стабильности, ощущение своей защищенности. Вот это то, что вы можете разручить, это да. Так. То, что с мужем у нас уже не будет, это факт. Опять же, вы раскроетесь, если как женщина, да, если вы раскроетесь как женщина, все у вас может наладиться. Может быть и нет, но может и да. Мужчина вы скажет, что вау, вот ты какой можешь быть. И раскроется сам. И вы такая, вау, ничего себе, какой у меня мужчина. А может быть этого не произойдет. И тогда вы пойдете дальше. Вот. Выходите правду, но при этом сами за эту правду бежите. Обесцениваете то, обесценивая то, что мы можем сказать вам. Вот. Обесценивая, опять же, почему? Потому что вы этого хотите, хотите, чтобы это было правдой, но боитесь поверить. Потому что тогда придется взять ответственность и наручить свой привычный образ жизни. Вот. Меделить с людьми, которые уже много лет вместе, такого в принципе не бывает. 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 И наша практика имеет много таких случаев, когда после работы люди открывали себя заново. Вот. Так что, вы здесь как бы хотите спорить с людьми, которые занимаются отношениями. Давайте решать ваши проблемы. Да. А не будем спорить, не будем говорить, это сказка, это не сказка, это ложь, это не ложь, это бывает, это не бывает. Да. Есть проблема. Хочу влюбиться. Давайте ее анализируем, давайте с ней работать. Вот. Готовы к последствиям? Готовы к тому, что придется, там, в процессе работы, может быть, отказаться от мучи. Критично относиться к родителям. Вот. Возможно уйти из семьи, жить самостоятельно, взять на себя ответственность. Полностью. Готовы? Если да, будете счастливы, будете счастливы. К 35-36 годам у вас уже все будет, в таком случае. Ну, как все будут, изменения будут. А. Нет. Не готовы. Ну и что ж. В таком случае, вы можете воспользоваться гипнозом, вас загипнотизируют, уберут эти мысли, но чуть-чуть у вас все равно останутся. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Поехали. 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 Продолжение следует...